В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня», в студии по-прежнему я, Александр Гурарье. Выборы в Украине. Выборы закончены, ну, собственно, закончен первый этап, первый круг. Во второй круг вышли артист, юморист, продюсер, бизнесмен Зеленский и действующий президент Порошенко. При этом, по предварительным данным, около 30% набрал Зеленский и 16% Порошенко. То есть, Зеленский обогнал действующего президента почти в два раза. На связи с нашей студией из Киева политический консультант Николай Спиридонов. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. На ваш взгляд, победа Зеленского была предсказуема или это случайность, или это просто вот такое чудо произошло? Ну, последний где-то месяц уже была предсказуема победа Зеленского. До этого были возможны варианты. В общем-то, победа Зеленского – это в основном результат раздражения избирателей всеми действующими политиками. То есть, они воспринимают Зеленского как человека не из системы, которая может что-то изменить. Поэтому вот, ну, все закрытые опросы ему уже в последнее время давали больше 25%. Поэтому, да, если вот забыл уже вопрос, было ли это предсказуемо в последнее время, то да, было. Скажите, вот мы беседовали с одним из ваших коллег неделю назад, и он высказал такую интересную мысль, что такое впечатление, что люди голосуют не за Зеленского, а за тот образ президента, который он создал в своем сериале. И, собственно, голосуют они именно за него. Они, собственно, Зеленского-то и толком не знают. Они знают вот этот образ. Ну, вот там есть что-то похожее на правду. Вот ходит такая шутка в Фейсбуке, что проголосовать за Зеленского – это все равно, что там девушке сразу же выйти замуж за мужчину, который там познакомился с ней в социальных сетях и прислал пару фотографий. Причем чужих. Ну, может быть, своих там, ладно. Но все равно, что действительно глубокого знакомства с Зеленским нет у избирателей. Вот есть образ достаточно удачный, наверное, образ Голобородька в сериале. А что будет делать Зеленский, не совсем понятно. И, кстати, это ему играло на руку, потому что избиратели, которые за него планируют голосовать и проголосовали в итоге, каждый из них имел возможность дорисовывать тот образ Зеленского, который ему нравится. Если избиратель хочет, допустим, с Россией дружить, он может считать, что Зеленский это обеспечит, или же его герой Голобородька. Если хочет в Европу стремиться и в НАТО, то, соответственно, тоже могут считать, что это обеспечит именно Зеленский. И вот я, как политический консультант, пришел к выводу еще месяца 2-3 назад, что чем меньше говорит вообще Зеленский с журналистами, тем это ему выгоднее. То есть, в данном случае, вот его образ, вот когда он начинает что-то говорить, он отсекает какие-то пласты вот электората. А так его образ, вот каждый рисует то, что считает нужным, стоит практически вот чистый холст. И, в общем, и, соответственно, на этом холсте можно рисовать. И поэтому я даже, кстати, дал в Фейсбуке Зеленскому публичную рекомендацию не выходить на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко. Может быть, это цинично, но вот в Украине, скажем, избиратели не предъявляют такое требование к своим политикам, чтобы они обязательно дебатировали. Если там в Соединенных Штатах Америки это немыслимо. Ну, там традиция, да. Да? Я говорю, там традиции. Традиции теледебатов – это многолетние традиции, поэтому все к этому привыкли. А вы знаете, что у нас, у нас же тоже выборы скоро, вот-вот-вот, 9 апреля, и вот у нас есть такая партия, вновь созданная, как ее еще называют в народе, партия генералов, поскольку ее возглавляют там три генерал-лейтенанта, бывших начальника генерального штаба и примкнувший к ним журналист. Так вот, лидер этой партии, генерал-лейтенант Бенни Ганс, после создания партии на протяжении нескольких месяцев молчал, как говорится, как рыба облета. Его партия набирала все больше и больше и больше мандатов, и потом, значит, Великий Немой заговорил, и после того, как он заговорил, мандаты начали разлетаться, как, знаете, лепестки ромашек, потому что уж лучше бы он молчал. Вы считаете, что нечто подобное происходит и с Зеленским? Ну, пока его рейтинг не разлетается, но говорит он много каких-то вещей, ну, скажем так, не особо нужных. Он, например, сказал, что может объявить год без мусора в Украине. Ну, как-то это прозвучало, что у нас, ну, борьба с мусором, это, понятно, важно, но это, скажем, вообще не входит в компетенцию президента, этим должны заниматься органы местного самоуправления. И как-то вот это комично довольно прозвучало, потому что это что значит, что у нас все были мусорные года, мы вот все были по уши в мусоре, и вот теперь Зеленский объявляет год без мусора в Украине. То есть, как-то это было не в попад, на мой взгляд. И когда он сказал, что он поддержит Ульяну Супрун, исполняющий обязанности министра здравоохранения, у которой антирейтинг в Украине, ну, процентов 85-90. Ну, тоже это как-то прозвучало. То есть, пока это на рейтинге Зеленского не отразилось так, чтобы плохо, но, в принципе, вот тенденция такая, что с журналистами ему лучше общаться поменьше, и на дебаты лучше не выходить. Есть такая присказка русская, достаточно известная, что слово это сейбро, а молчание золото. Если за него готовы проголосовать за Зеленского, как за образ, вот, собственно, артиста, как вот за образ Голобородька, то, собственно, зачем говорить и чем-то разрушать этот образ. Тогда раз этот образ дал... То есть, пускай смотрит телевизор, да, и там этот образ все уже сказал. Ну, да, поскольку этот образ дал 30% в первом туре, это означает, в общем-то, при нормальном стечении обстоятельств, ну, победу процентов на 80, потому что ликвидировать вот такой отрыв, и который почти в два раза, ну, это что-то должно произойти с ног сшибательно. Так зачем, собственно, лезть в драку, лезть в какие-то дебаты, когда драка почти выиграна, можно уже по очкам просто от нее уклониться? Николай, вы уверены, что драка выиграна, а остальные избиратели голосовали за других кандидатов? Кому они отдадут свой голос? Вот, допустим, завтра у нас настанет второй тур выборов. Кстати, когда будет второй тур выборов? Уже известно? Да, известно, 21 апреля. 21 апреля, ну, на самом деле, достаточно скоро. То есть, кому отдадут голоса эти избиратели, которые голосовали не за Порошенко и не за Зеленского? Ну, скорее всего, протестный электорат действительно перейдет вот скорее к Зеленскому, например, электорат тех, кто голосовал за Юлию Тимошенко, и уже не вполне понятно, какой резерв может черпать действующий президент. Но когда вы у меня спрашиваете, уверен ли я в исходе, то тут я должен, к сожалению, сделать оговорку, что я уверен в исходе при нормальном стечении обстоятельств. А Украина – это страна, скажем, с демократией не вполне окрепнувшей, поэтому ненормальное стечение обстоятельств мы тоже не можем исключать, что в итоге мы увидим или, допустим, определенные еще большие фальсификации. То есть, вы имеете в виду неспортивное поведение, то есть, то, что будут предприняты какие-то нестандартные и, скажем так, ну, давайте называть вещи своими именами, незаконные методы, которые приведут к поражению Зеленского. Ну, я не исключаю, что могут быть определенные неправовые методы, но применять их, опять-таки, все сложнее, потому что для того, чтобы использовать админресурс на полную катушку, нужна уверенность этого админресурса. А когда мы имеем такое колоссальное отставание действующего президента, то, опять-таки, любой чиновник, которому будет, скажем, незаконная команда, он же не дурак, он понимает, что вероятность победы Зеленского, ну, как минимум, очень вероятна, и поэтому, соответственно, он скорее может уйти на больничку или просто сделать вид, что он не так расслышал, потому что письменных указаний даваться не будет. Ну, разумеется. Вот, соответственно, если чиновничье, ну, я так называю, может быть, называю таким не очень эстетическим словом, но называю это чиновничьим болотом, оно все-таки не состоит из дураков, и поэтому, соответственно, вот, если они тоже чувствуют... То есть, чувство самосохранения у них развито очень сильно, да? Это вот, как бы, шестое чувство любого чиновника. Ну, да, поэтому они с большей вероятностью, наоборот, начнут уже переобуваться, как вот политконсультант Зеленского, мой хороший знакомый Дмитрий Разумков, он сегодня в Фейсбуке опубликовал там такие кроссовки зеленые, написал, что вот настало время уже переобуваться. Так тут, скорее, да, скорее чиновники, как минимум, будут держать нейтралитет, а может быть, уже вот даже немного начнут поддерживать предполагаемого президента, потому что вот, ну, если бы был там отрыв 2-3%, тогда бы там... Слишком явные, да? Николай, ну вот... Ну, там какие-то были шансы, вот, все-таки консолидировать, но если уже 14%, ну, уже трудно что-то... Николай, мы заговорили с вами о возможных нарушениях в грядущем втором туре. Я бы хотел вернуться к прошедшему туру, к прошедшим выборам. Дело в том, что вот мы беседовали вчера с одним из наблюдателей, который, кстати, приехал из Израиля, это политтехнолог Александр Цинкрин, экс-депутат Кнессета, и он нам по горячим следам, это было в разгар, так сказать, голосования, он говорил, что его поразили некоторые вещи, он принимал участие в качестве наблюдателя и в прошлых выборах, и вот он говорит, что, например, отсутствовали специальные закрытые, закрывающиеся, так сказать, коробки, боксы, ящики для перевозки бюллетеней, то есть их переводили чуть ли не там в целлофановых пакетах, куда можно добавить все, что угодно. Он говорил об отсутствии видеокамер на избирательных участках, то, что было в прошлый раз, и когда они попытались, наблюдатели, значит, выразили свое удивление и обратились к руководству избирательной комиссии, им сказали, что законом не предписано наличие камер, наличие вот этих специальных ящиков для перевозки бюллетеней и так далее. Это действительно так? Есть ли у вас какая-то информация вообще, о чем говорят в Киеве, то есть есть ли информация о том, что были нарушения? Ну, относительно камер, да, в законе четко не прописана необходимость камер, а вот относительно перевозки бюллетеней, вот тут, насколько я помню, такие есть стандарты перевозки бюллетеней, но не в целлофановых пакетах их перевозят. Относительно выборов, которые пришли, у меня не только из Киева есть все Украины информация, выборы самые грязные за всю историю Украины, было очень много и манипуляций, и фальсификаций, и банальной неграмотности членов избирательных комиссий, то есть не все в Украине грамотные юридически, и вот, например, были случаи, когда там избирательные комиссии принимали решение, ну, по закону нужно повесить вот на стенке биографии и программы кандидатов, чтобы избиратели могли их изучить, а вот избирательные комиссии самовольно решали, что есть там кандидаты-фавориты, действительно, вот, не имеет смысл избирателей проинформировать, а есть вот избиратели, а есть такие кандидаты, что их биографии можно вот на стенку и не вешать, чтобы избирателям они, мол, и так не нужны. Чтобы лишний раз не отвлекались, да? Ну, да, то есть, ну, это же не компетенция избирательной комиссии участковой, разбираться, кто фаворит, а кто не фаворит. Закон четко говорит, что нужно информировать от всех избирателей о всех кандидатах, пускай там мы, допустим, люди еще не старые, можем там в интернете все найти, но есть же люди, допустим, и очень пожилые, они, может быть, в интернет вообще не заходят, поэтому необходимо их хоть как-то проинформировать, это в ряде участков не было соблюдено. Потом там еще есть правило, что нужно проверочный листок кидать вот в урну перед тем, как остальные листки кидаются, тоже в ряде комиссий вообще этого листка не оказалось, при этом это далеко не везде именно фальсификация, кое-где это элементарная правовая вот неграмотность, незнание законодательства избирательного. Ну, в целом, мое мнение, что если бы, скажем, выборы проходили по-нормальному, то, скорее всего, мы бы увидели второй тур между Зеленским и Тимошенко, то есть вот проход действующего президента во второй тур был достаточно натужным, достаточно вот сложным, он буквально туда не прошел, а прополз, закрывающийся двери. Ну, уже, скорее всего, скажем, никаких это последствий иметь не будет, потому что, насколько я вижу, штаб Юлии Тимошенко уже не особо намерен что-то всерьез оспаривать, поэтому результаты первого тура, видимо, уйдут в историю, серьезных протестов они не вызовут, поэтому, как бы, актуальность обсуждения, что было в первом туре, уже стремительно понижается. Как говорил наш великий тренер Валерий Лобановский, счет на табло. Счет на табло, Николай. А вот есть такое мнение, что административный ресурс во время этих выборов, ну, понятно, что он работал на действующего президента Порошенко, но в то же время он работал, этот же административный ресурс, работал на Зеленского именно для того, чтобы осуществить, так сказать, точечную ликвидацию кандидата Юлия Тимошенко. Ну, я такого не фиксировал, что прямо административный ресурс работал на Зеленского. Часть административного ресурса действительно работала против Тимошенко. Но, грубо говоря... Ну, против Зеленского не работали, да? То есть работали против Тимошенко, так сказать, направленно, а против Зеленского? Нет, нет, скажем, админресурса, который бы поддерживал Зеленского перед первым туром, я такого админресурса не наблюдал бы. Возможно, мы что-то похожее можем увидеть во втором туре, люди действительно переобудили. Нет, но вот против него работали или нет? Вот против Тимошенко, вы говорите, работали. Против Зеленского? А, против Зеленского, скажем так, не особо работали, потому что, во-первых, может быть, его до конца не совсем оценили. То есть никто не верил, да? Оценили, а во-вторых, ну, в основном было понятно, что Зеленский уже трудно по нему ударять. То есть у него вот определенный его был имидж такой, что, скажем, если даже какой-то компромат на него искали, говорили, что там он якобы, например, уклонялся от службы в армии, еще там что-то, что он якобы марионетка олигарха Коломойского, что тоже далеко не факт. Но как-то от него это все не приставал к нему никакой негатив. А что касается именно админресурса против Зеленского, ну, такого прямого админресурса тоже против него не фиксировал, чтобы применялся прямой админресурс. Может быть, будет попытка во втором туре, но, опять-таки, админресурс уже в глубокой задумчивости, и вряд ли это получится. В глубокой задумчивости о своей судьбе. Николай, последний... А у нас задача была не пропустить Тимошенко во второй тур, и Петра Алексеевича туда вот как-то втащить. Ну, так что непонятно было вообще, как бить по Зеленскому. Ну, отдельные эксперты политические... Отдельные выстрелы были все-таки, да? Отдельные эксперты политические пытались, к сожалению, там и национальный вопрос как-то поднимать, что вот, скажем, нужно... Но это все впереди еще. С национальным вопросом все это еще всплывет. Николай, у меня очень короткий последний вопрос. К сожалению, время наше подходит к концу. Допустим, 21-го выбора, 21-го, второй тур, и побеждает Зеленский. Что это для Украины? Хорошо? Плохо? Есть какие-то надежды? Маленькая ремарка. Все, конечно, воспринимают, но многие Зеленского как артиста, который играл президента. Но мы-то с вами знаем, что Зеленский опытный бизнесмен, талантливый бизнесмен, продюсер. То есть, он не вполне соответствует тому образу, который создан на экране. Все-таки это человек-то деловой. Хорошо это для Украины или плохо? Если будет Зеленский. Вы знаете, сейчас нет однозначного ответа на этот вопрос. Но есть достаточно однозначный ответ, что Петр Порошенко – это плохо. Мы убедились, что за пять лет экономика непрерывно падала, вражда сеялась между украинцами по самым разным признакам. Это понятно. А вот сможет ли Зеленский что-то изменить реально? То есть, приходит Зеленский такой с обаятельной улыбкой, красивый, классный парень. И что? Ведь хороший человек – это не профессия вообще-то. Ну, скажем так. По-любому, мне кажется, что поддерживать действующего президента неправильно. Что сможет Зеленский? Но это вопрос из разряда того, что вы там, допустим, поедете на летний отдых со своим приятелем условно. И в процессе этого отдыха определите, что с ним как-то сложно вообще коммуницировать. Он там ночами что-то песни поет. В общем, что нет, что с этим человеком в горы лучше не идти. И вам предложат второго человека, абсолютно, скажем, незнакомого. Непонятно, что он может уднуть. Но понятно, что если первый вариант точно забракован, с ним в горы не пойдем, то, значит, с большой вероятностью нужно идти с кем-то вторым. А что сможет Зеленский? Ну, скажем, когда его называют там марионеткой Коломойского, и как-то его стараются оскорблять. Я с этим не совсем согласен и в этом не уверен, что он марионетка. Потому что считаю, что любой человек, который даже там был, допустим, зависим от того же Коломойского или еще от кого-то, все-таки получив в руки президентскую булаву, получает шанс эту зависимость порвать и проводить свою политику. Ну, понятно, что ему будет очень трудно. Ему придется маневрировать и между американскими интересами, и Европейского Союза, и Российскими, и толки отдавать. Ну, никаких оснований считать, что будет хуже, чем было на сегодняшний день, нет. Поэтому, ну, будем смотреть с каким-то сдержанным оптимизмом, что еще остается. Что, может быть, по сомнению, вот с двумя предыдущими президентами, может Зеленский справится с этой ролью чуть лучше. Гораздо лучше. Ну, смотрите, история учит, что человек, который пришел к власти в результате какой-то махинации или в результате того, что его кто-то из сильных мира всего поддерживал, первое, что он делает в первый же год нахождения у власти, это пытается освободиться вот от этого патронажа и, как правило, уничтожает, ну, я не всегда имею в виду, не дай бог, в физическом смысле, но уничтожает своего патрона для того, чтобы вздохнуть свободно. Ну, посмотрим. Выборы не за горами. Поживем и увидим. Спасибо большое политический консультант Николай Спиридонов. Ну, и с праздником, с первого апреля. Дорогие друзья, переходим к следующей теме.